Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. Сейчас мы посмотрим воскресенье. Посмотрим, как же может пройти ваш день в воскресенье. Что же нам посоветуют карты на этот день? Воскресенье – это, знаете, как эта карта взаимопомощи. В воскресенье кто-то может попросить вас о помощи, или вы можете попросить кого-то о помощи. Это может проиграться и так, и так. У каждого из вас свои ситуации, поэтому эта карта и говорит о взаимопомощи. Оказывать эту помощь или нет. И принимать помощь или нет – это действительно ваш выбор. Но эта карта говорит о том, что если действительно нужна вам помощь в чем-то, попросите ее. Если вы не попросите, люди не будут знать, что она вам нужна. И, соответственно, тут, может быть, есть какие-то мысли, какие-то планы, какие-то вещи, которые надо было бы сделать, но в одиночку вам будет это сделать тяжело. Ну и точно так же люди, которые будут просить вас о помощи, точно так же и для них. Тут я всегда делаю предостережение насчет финансовой помощи. И неважно, насколько вы доверяете человеку, как вы относитесь к человеку, который попросит о помощи финансовой. Тут я говорю именно о вас, о тех, кто смотрит. И если у вас просят финансовую помощь, а финансовой помощи вы все-таки решаете это сделать, старайтесь оказывать финансовую помощь на ту сумму, без которой все-таки вы можете прожить, которая не повлияет на ваш бюджет и на ваше материальное благополучие. По той причине, что если просто дадите больше, будете больше переживать, больше нервничать, и соответственно можете своими переживаниями и страхами отдалить возвращение долга. Вот так я могу вам сказать. Ну и не обижайтесь на людей, если вы у них попросите финансовой помощи, если вам все-таки дадут вот ту сумму, которая комфортна для этих людей. И еще. Иногда бывают такие ситуации, в которых нам отказывают в помощи, и не только в финансовой. И мы обижаемся. И вот это большая ошибка. Ведь если человек отказался, у человека есть причина на это. Он или она не обязан вам озвучивать эту причину, но если человек отказался, значит у него или у нее на то была веская причина. И не важно в каких вы отношениях с этим человеком. Ваши обиды, ваше раздражение и ваша злость лежит только на вас тяжелым грузом. Подумайте об этом. Точно так же и для вас. Если есть какие-то причины, по которым вы считаете, что надо отказать, значит надо отказывать. Знаете, у меня даже на канале есть видео, которое называется «Скажи нет для собственного счастья», в котором я объясняю и причины, и даже показываю, даю примеры, каким же образом было бы здорово отказать, если вы не можете удовлетворить просьбу человека. День, в который будете отдыхать и что-то праздновать, еще говорят карты. Карты говорят, что, скорее всего, по тому, что я вижу здесь, это было спланированное веселье, это была спланированная встреча, это может быть празднование действительно каких-то больших дат, это может быть празднование свадьбы, какого-то юбилея, каких-то дней рождения, но действительно чего-то большого. И хочу сказать, что для некоторых из вас, вот тут я и вижу, что люди, которые это веселье планируют, могут попросить вас о помощи. Вот тут я не вижу именно финансовую помощь, тут я вижу именно помощь в организации, помощь в том, что им надо сделать. Ну, точно так же, если вы что-то планируете, вы тоже можете попросить об этой помощи. Но вот тут ярко вижу, что многие будут что-то праздновать. А вот тут я вижу, что эти празднования будут еще в достижении, вот достижение чего-то, получение чего-то, получение дипломов, получение каких-то званий, получение каких-то должностей или именно юбилей пребывания в этом. Вот тут так же это может быть. Интересный день, но я хочу сказать, что настроение у всех будет хорошее. Я вот тут много рассказывала насчет взаимопомощи, но это я всегда делаю, для того, чтобы вы четко представляли, как лучше сделать. Конечно, это ваш выбор. Но могу сказать, что вот именно этот день вам понравится. И то, что будет происходить в этот день, и результаты дня. Вот такое ощущение, что прекрасно отдохнете, как морально, так и физически, и будете готовы к новым свершениям к концу этого дня. Продолжение следует...